добрый день уважаемые коллеги мой обычный вопрос как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат и чате спасибо вижу ну что ж тогда начнем наш сегодняшний вебинар напоминаю что меня зовут калиников павел юрьевич я руководитель учебно-методического центра компании директ медиа и сегодня наш с вами вебинар называется готовимся к самостоятельной записи видеоролика это второй вебинар из серии из трех вебинаров посвященных учебному видео первый из них был посвящен типологии учебного видео и состоялся в конце апреля этого года а если кто-то его пропустил то может посмотреть на нашем учебном видеоканале его запись как всегда несколько слов общего характера самом начале в самом начале чата вы видите полезные ссылки которые можете воспользоваться первая ссылка это ссылка на наши наше расписание вебинаров до конца июня текущего года у нас еще впереди достаточное количество вебинаров с вами вторая ссылка это ссылка на наш видеоканал в youtube на который вы можете подписаться на этом видеоканале выкладываются все записи наших вебинаров ну и там много еще другого интересного тоже есть включая учебные видеоролики и другие видео видеоматериала сегодняшнюю презентацию можно скачать во вкладке ресурсы для тех кто не знает как включить эту вкладку посмотрите вот в этом направлении примерно вы увидите кнопочки управляющие ком вебинарной комнатой в частности поднятая рука смайлик и третья кнопка это открытая папочка вот нажимая на эту кнопку вы открываете окно ресурсы справа от презентации и здесь вы можете так прошу прощения я не сделал общий вот теперь теперь вы в ней видите мою презентацию эта строка которая слева от нее стоит изображение дискетки когда вы нажимаете на дискетку то можете скачать презентацию и воспользоваться и в своих интересах единственная моя просьба это со ссылкой на меня это делать обращаю ваше внимание именно надо нажимать на изображение дискетки а не на название строки иначе ничего у вас не получится так ну про это я сказал сейчас я сотру лишнее на презентации и последнее нет не последнее общее еще я хотел бы вам представить два следующих наших вебинара сейчас я прямо на них ссылки дам в в чате это мой следующий вебинар третий вебинар из цикла про учебное видео называется записываем учебный видеоролик сами состоится он во вторник шестнадцатого мая и второй вебинар прочтет дмитрий кречман директор по маркетингу компании гиперметод будет называться вебинар управление знаниями с помощью сообществ по интересам вот прямо на эти папа приведенным ссылкам в чате вы можете зарегистрироваться на эти оба вебинара и последнее как всегда мою вводная в моей вводной части это информация о том что все присутствующие получат бесплатный электронный именной сертификат вам на почту будет в течение одного двух дней будет выслана ссылка по этой ссылке надо будет перейти на наш учебный видеопортал войти или зарегистрироваться на нем и после этого откроется ссылка для скачивания именного сертификата все общая часть закончена и мы переходим собственно к теме наши нашего сегодняшнего вебинара который будет посвящен подготовки к самостоятельной записи учебного видеоролика ну для начала давайте познакомимся с этапами производства производства видео с этапами производства кино как правило вот в киношной терминологии есть три этапа которые называются препродакшен продакшен и постпродакшен это вот в таком взрослом кино да которая стоит больших денег ну тем не менее как ни странно эти этапы они настолько общие что они распространяются и на нас самостоятельных разработчиков учебного видео тоже и в нашей работе над учебным видео тоже есть этап который можно назвать препродакшен есть этап который можно назвать продакшен есть этап который можно назвать постпродакшен первый этап именно о нем мы сегодня и поговорим это этап подготовки к производству то есть подготовка к записи этап этот не надо несмотря на то что он носит предварительный характер является определяющим и и качество этого выполнение этого этапа переходит по цепочке как ко всем следующим этапам и в конце концов сказывается на качестве конечного материала это не общие слова на самом деле ммм даже во взрослом большом кино этап препродакшен он длится львиный период времени по сравнению со всем остальным то есть подготовка к съемкам длится ну может длиться в 10 раз дольше чем сами съемки ну и тоже гораздо дольше в разы дольше чем последующий монтаж и поступление в прокат кино да и там тоже этот этап определяющий да они просто так вот подготовиться на причесаться перед съемкой надеть костюмы они на самом деле это один из самых дорогих и самых ресурсоёмких этапов у нас это примерно то же самое потому что именно в этот момент мы готовим материалы нашей для нашей будущей записи и это один из самых то есть это смысловой этот этап является как раз смысловым на этом этапе мы готовим материалы для нашей будущей На следующем нашем вебинаре мы рассмотрим второй этап, который условно называется production. Мы его будем называть запись учебного видео. Последний этап мы с вами рассматривать не будем. Это такой наиболее сложный этап, технологически сложный этап. Он требует большой практической работы, поэтому я решил в теоретической части нашей виде вебинара не давать. Кто серьезно заинтересуется этим вопросом, осенью будет проходить мой курс, как всегда, уже в третий раз, который будет называться учебное видео в электронном обучении. Ну или как-то так, название варьируется. Проходит он обычно где-то в октябре-ноябре. И там мы все это рассматриваем более подробно. Ну а сегодня остановимся на вопросе предварительной подготовки. И напомню, что мы с вами занимаемся сегодня такой формой учебного видео, как скринкаст. Мы вот эту картинку уже с вами видели, когда я рассказывал о типологии учебного видео. И вот один из типов учебного видео – это скринкастинг. То есть, простыми словами, это запись с экрана компьютера в сопровождении комментариев вашим голосом. И плюс, возможно, какое-то рисование поверх того изображения, которое воспроизводится компьютером. Вот. Вот это не определение, это пояснение. Определений у скринкаста достаточно много, но все они сводятся примерно к этому, что мы захватываем видеоинформацию с экрана компьютера. В это время на экране компьютера что-то может происходить. Это что-то, ну вообще ничем не ограничено. Это может быть какое-то программное обеспечение. Вы можете пояснять работу этого программного обеспечения. Можете пользоваться этим программным обеспечением для воспроизводства результатов, которые важно показать в связи с вашей дисциплиной. Например, если это математика, то многие математические тезисы можно проиллюстрировать при помощи различного математического программного обеспечения. Если это, допустим, медицина, то это можно продемонстрировать, например, видеозаписью с аппарата УЗИ или с какого-то другого медицинского аппарата объективного наблюдения. Ну и много-много других вещей, которые можно воспроизвести на экране в самом общем случае, когда нет такого программного обеспечения, которое непосредственно воспроизводит тезис из вашей дисциплины. Это подготовленная вами презентация, которую вы воспроизводите и которая сопровождается вашим голосом. Ну что ж, давайте теперь пойдем дальше. Ну, для примера, не буду приводить это в чате. Один из примеров, когда я впервые столкнулся вплотную с производством учебных курсов на основе скринкастинга, вот оставил такой вот след в интернете. Это пример библиотеки учебных курсов, основанных на скринкастах. Там с десяток примерно полноценных курсов достаточно. Ну, эти курсы характеризовались не только наличием скринкастов, там были и другие особенности, о них сейчас не будем говорить. Если кому-то интересно, прямо из скачанной презентации эту ссылку можете открыть, она рабочая, и посмотреть эти курсы. Эту ссылку я вам даю не для того, чтобы показать лучшие образцы скринкастинга. Наоборот, я хотел бы сказать, что это было уже примерно 5 лет назад, и это был мой первый опыт работы с широким... Ну, не люблю я это слово, контингент, да, с большим количеством людей, преподавателей, многие из которых находились удаленно, то есть это были не москвичи, и мы с ними не могли встретиться и поговорить. И вот мы их удаленно учили технологии скринкастинга, и они нам потом делали учебные видеоролики, и мы их помещали в учебные курсы. Вот, таким образом, это дало мне возможность впервые убедиться, что скринкастинг это такая демократическая, достаточно демократичная форма учебного видео, которая доступна многим преподавателям, вне зависимости от того предмета, который они ведут, и что ей действительно можно обучить. Это не то, чтобы какая-то дисциплина, которая требует специальных талантов, да, тут достаточно знания технологии и правил, чтобы обучиться делать учебное видео. Вот, и, ну, собственно, и этот опыт лежит как раз в основе того, что сегодня я вам на вебинаре даю, предполагаю, что это послужит толчком для вас в начале работы с учебным видео. То есть, моя уверенность в том, что практически каждый преподаватель вуза может эту технологию освоить самостоятельно. Начнем. Итак, мы сегодня рассматриваем подготовительный этап, то есть все то, что происходит с материалами вашего будущего видеоконтента до начала записи, собственно, записи учебного ролика. Итак, начнем с оборудования, с того, какое оборудование должно стоять у вас, у вас дома или на рабочем месте, чтобы нормально записывать учебное видео в формате скринкаста. К счастью, требования не очень серьезные, но, тем не менее, я попытался сформулировать эти требования, все-таки даже те, которые не очень серьезные, и пояснить их значение. Часть этих требований общие приняты, часть являются, в общем-то, моим опытом, который я просто сформулировал здесь, вот, в виде таких строк. Вот как раз первая строка из таких. Давайте я буду помечать и разговаривать, и сразу пояснять вам. Итак, первый пункт. Для записи скринкаста лучше применять десктоп, а не ноутбук. Поясняю, почему. Ну, есть достаточно продвинутые ноутбуки, хорошие, быстрые. Ну, во-первых, быстрый ноутбук, он всегда стоит примерно в два раза дороже, чем аналогичный по мощности десктоп, то есть настольный компьютер. А во-вторых, есть два неприятных свойства у ноутбука. Первое неприятное свойство – это то, что камера выполнена заодно с экраном, то есть с крышкой ноутбука. И, соответственно, получается следующее. То положение в видеокамере, при котором происходит оптимальный обзор, то есть оптимальное качество картинки, не совпадает с тем положением экрана, когда вам наиболее удобно самому видеть, что происходит и что вы комментируете. Это не критичное требование, тем более, что скринкастинг очень часто обходится без записи с веб-камеры. Я, например, совершенно не люблю запись с веб-камеры в момент производства скринкаста. Вебинар – это другой стиль, поэтому здесь об этом речи не идет. Здесь видеоизображение с веб-камеры уместно, а на скринкасте не всегда. Но, тем не менее, многие любят использовать и свое изображение тоже. Помещаю его, как правило, в правый нижний угол своего скринкаста. И в этом случае ноутбук не так хорош. Второе свойство, почему ноутбук не так хорош. Если вы работаете в клавиатуре в процессе работы над скринкастом, то надо иметь в виду, что клавиатура в ноутбуке выполнена заодно в одном корпусе с микрофоном. И, соответственно, все удары по клавиатуре очень сильно передаются на микрофон в виде сильных ударов. Это не лучшим способом сказывается на качестве звукового сопровождения. И это тоже, в общем-то, не очень хорошо. Ну и плюс к тому, ноутбук не дает возможности. Ну, точнее, дает возможности. Но если есть это все на борту, как-то не хочется это использовать. Вы вынуждены использовать ту веб-камеру и тот микрофон, которые встроены в сам ноутбук. А это не всегда самый лучший выбор. Как правило, происходит... Особенно со звуком происходят всякие неприятности. Итак, десктоп лучше, чем ноутбук. Следующий пункт. Какой выбрать экран? Ну, я вообще придерживаюсь точки зрения, что если вы покупаете новый компьютер, вдруг... Я понимаю, что специально для производства скринкастов вряд ли вы будете покупать новый компьютер. Но если вдруг вы меняете свой компьютер и при этом думаете о производстве скринкастов, то вот об этом, обо всем хорошо задуматься. Так вот, если вы думаете, куда потратить определенную сумму денег на улучшение, например, процессора или на лучший экран, то, конечно, купить хороший монитор это очень важно для производства скринкастов. Вообще иметь хороший монитор это правильное решение. Иногда даже может стоить его отдельно купить от компьютера в другое время за другие деньги. Вот, я предпочитаю экран Full HD, хотя сейчас появляются экраны еще большего разрешения. Full HD традиционно это 1920 на 1080 пикселей. Сейчас есть экраны с гораздо большим разрешением. Ну, тут, скажем так, я пожелал бы вам экран не меньше, чем Full HD. Это удобно не только в процессе записи, когда вы можете записывать не весь экран, а часть экрана, и при этом запись у вас будет продолжать быть достаточно насыщенной и четкой. Но это удобно и при монтаже, когда вам придется потом это все монтировать, править и так далее. Чем больше разрешения, тем больше возможностей у вас комфортно заниматься монтажом. Третий пункт. Если вы покупаете компьютер, озаботьтесь о том, чтобы корпус у вас был тихий. Системный блок тихий. Сейчас, к счастью, это уже не стоит сильно дополнительных денег. Просто надо об этом вашим сборщикам сообщить, о том, что для вас это важный критерий. Что означает тихий корпус? Тихий корпус означает, что все вентиляторы внутри вашего корпуса выполнены по медленной схеме. Медленная схема – это когда вентиляторы крупные сами по себе, но вращаются медленно, где-то в районе от 800 до 1200 оборотов в минуту. В то время как маленькие быстрые вентиляторы, которые были характерны для ранних этапов развития персональных компьютеров, вращались со скоростью 2500-3000 оборотов в минуту, и это создавало сильный шум. Вторая характеристика тихого корпуса – это наличие в нем, либо отсутствие в нем жесткого диска и замена его на твердотельный диск SSD. Но это достаточно дорого все-таки. Либо использование жесткого диска, специального тихого жесткого диска. Почти все компании такие диски выпускают. Это жесткие диски с пониженной скоростью вращения самих блинов, дисков вот этих вот. Они работают чуть медленнее, но это почти не сказывается на производительности компьютера. Зато они здорово тише работают. И это делает ваш системный блок совсем тихим. Что, в общем, здорово. Это вообще здорово, да, с эргономической точки зрения. Но особенно это хорошо и с точки зрения записи учебного видео. Да, ну, все это не... Конечно, любой тихий корпус через год-два становится более громким. Его надо просто периодически разбирать и пылесосить. Ну, не полностью разбирать, снимать крышку и пылесосить. Потому что в нем набирается пыль, и даже тихоходные вентиляторы начинают немного шуметь. Это тоже надо иметь в виду. Следующий, ну, не такой не очень важный пункт, потому что сейчас уже почти нет клавиатур с таких специально клацкающих клавиатур. Раньше многие их любили. Любили потому, что вот в момент клацания происходит печать символа. То есть пока не пришел звук, понятно, что клавиша не сработала. Вот. Но сейчас, в общем, мягкие клавиатуры, они получили наибольшее распространение. Поэтому вот просто пользуйтесь тем трендом, который существует. Покупайте мягкую клавиатуру. А вот теперь есть повод задуматься о скорости. Хотя на самом деле почти любой средний компьютер, но не офисный все-таки, да, потому что под понятием офисный компьютер, как правило, понимает компьютер с пониженными характеристиками. Все-таки для записи учебного видео нужен компьютер такой, который обычно называют либо домашним, либо компьютер для разработчиков. Ну, компьютер для разработчиков – это более такое высокое понятие, да, а нам нужен всего лишь процессор средней мощности, не самый маломощный. Это не всегда сказывается на нашей работе, но, например, сказывается в процессе монтажа и рендеринга, когда вы получаете готовый результат. Вам надо сохранить файл в конечном виде. И вот в это время скорость его зависит очень сильно от процессора, и в том числе от скорости. скорости вашей памяти внутренней, оперативной памяти. Ну, хочу сказать, что, например, это для производства самих скринкастов это не так важно, а вот, например, когда вы работаете с записью вебинаров, которые занимают там по часу-полтора, это достаточно важно бывает, потому что на компьютерах не очень мощных это может занимать вот секунду в секунду. Сколько длится вебинар, например, полтора часа, полтора часа и рендеринг будет длиться, а то и хуже. А на современных компьютерах мощных это может происходить и в десяток раз быстрее. Ну и, наконец-то, выбор видеокарты. Видеокарта должна быть такая... Это тоже не очень мощная видеокарта, не такая видеокарта, которая нужна для современных игр, которая воспроизводит большое количество движений в единицу времени. Я думаю, что критерием должно служить следующее. Видеофильм, записанный в разрешении Full HD, то есть вот те самые 1920 на 1080, воспроизводимый при помощи стандартного плеера на весь экран, не должен дергаться, должен воспроизводиться плавно, и звук его тоже должен воспроизводиться хорошо. Вот видеокарта, которая удовлетворяет таким критериям, она вполне достаточна для вашей работы. Резюмируя, хочу сказать, что компьютер, в принципе, может быть вполне средний, но не низшей категории офисной, а такой вот именно домашней, слегка улучшенной категории. Ну и пойдем дальше по тому оборудованию, которое непосредственно важно в записи, для записи звука. Я предлагаю вам использовать гарнитуру, то есть сдвоенные наушники и микрофон, и причем в качестве критерия, такого критерия качества, используя очень простой критерий, это то, что эта гарнитура должна быть USB-шная. Что значит USB-шная гарнитура? Это значит, что с нее уже поступает оцифрованный сигнал прямо по USB в компьютер. это не такая гарнитура, которая имеет два разъема, втыкающиеся в аудиоразъемы динамиков и микрофона, а это гарнитура, которая втыкается в стандартные USB и сразу пишет цифровой звук. Вы знаете, вот, наверное, если говорить о звуке подробно, то это, мой совет может показаться достаточно примитивным, но я хочу сказать, что для тех критериев качества, которые нужны нам, вот, этого вполне достаточно. Почти любая гарнитура USB, ну, ценой где-то от тысячи или полутора тысяч рублей подойдет для вашей работы. Вот поэтому вот такой простой, простой критерий качества больше ни о чем я не хотел бы говорить и заострять ваше внимание на каких-то специфических вещах. Да, можно еще, знаете, о чем поговорить? Вот этот вот микрофончик, он бывает на гарнитурах направленный, вот у меня сейчас направленный, например, микрофон, и общий. Я не помню, как это называется. Направленный, это значит, что вот звук, который идет от арта к микрофону, он имеет преимущество. То есть, микрофон имеет узкую диаграмму направленности, а все остальные звуки, которые идут со стороны, они считаются шумами и эффективно гасятся. Вот для записи скринкастов это достаточно хороший вариант. Ну, хотя в нем есть тоже некоторые неудобства. Если вдруг вам понадобятся какие-то другие звуки, которые рядом с вами происходят, они будут подавлены, их очень трудно будет воспроизвести. С другой стороны, это эффективно давит все шумы, которые рядом с вами находятся, и это здорово, потому что шумы вашего окружения, фона, они очень плохо потом отфильтровываются на этапе работы с готовым видеороликом, когда вы его монтируете. Ну, и видеокамера, если кому-то нужна для того, чтобы воспроизводить свое изображение, ну, или что-то другое, что происходит рядом, да, ну, вот я, например, в настоящий момент использую вот эту вот видеокамеру, ее же и советую, она достаточно дешевая. Разрешение, вот, если будете покупать, обратите внимание, чтобы разрешение видеокамеры было бы не ниже вот этого. Сейчас эти видеокамеры уже не являются топовыми, как, допустим, пять лет назад, да, и стоят они совсем небольших денег, но именно этот критерий качества стоит учесть, потому что они по разрешению они гораздо лучше и дают картинку гораздо более четкую, чем камеры с более низким разрешением. Вот и все советы. Да, ну, есть еще один совет, если вы хотите чуть-чуть более подробнее заняться видео и организовать у себя, ну, не буду говорить домашнюю студию, а более качественно снимать видео, есть такие вот веб-камеры, это еще веб-камеры, это не видеокамеры в традиционном представлении, веб-камеры, которые крепятся на штатив, и вот тогда можно использовать их и крепить их не на крышку компьютера, не на монитор компьютера, как, например, сейчас у меня, да, на специальный штатив, ну, тогда вам придется уже подробнее думать об освещении и прочих вещах. Вот, ну, это просто говорю как о варианте, который тоже возможен, то есть, вот, веб-камеры есть и такие, то есть, вы все еще остаетесь в формате веб-камеры, то есть, такого простейшего устройства, и тем не менее, уже у нее есть вот возможность помещения на штатив. Ну, что ж, с оборудованием мы разобрались, давайте теперь перейдем к материалам, тем вашим материалам, которые вы хотите продемонстрировать и озвучить своим голосом. Самый общий вид таких материалов, ну, я уже говорил, что воспроизводиться может, конечно, не только презентация, но и любой материал, который доступен на компьютере для визуализации, но остановимся на презентации, как на самом простом и самом общем случае записи скринкаста. Итак, вы делаете презентацию для будущего скринкаста. Ну, для начала хочу сказать, что, к сожалению, немногие преподаватели умеют делать презентации даже для своих текущих лекций, ну, или для выступлений на конференции. Постоянно присутствую на конференциях, ловишься на мысли, что люди, которые делают презентации, совершенно не понимают тот жанр, в котором они работают. Почему-то большинство преподавателей считает, что презентация это примерно то же самое, что вордовский документ, но только по-другому выполненный в виде таких плоских кадров, удлиненных кадров, и с возможностью демонстрации через видеопроектор. На самом деле это совершенно не так, потому что презентация это абсолютно другой жанр, и это надо просто знать. И презентации, которые выполнены в виде документа, не имеют права на жизнь. Если вы считаете, что можно отдать презентацию, и это будет полноценный документ в руках тех, кто потом эту презентацию посмотрит без ваших пояснений, то значит вы зря делали презентацию, вам надо было сделать либо вордовый файл, либо файл PDF и раздавать файл PDF. Если же вы делаете презентацию, вы должны понимать, что в презентации должно быть много графических элементов, мало текстов, тексты должны быть оформлены в виде тезисов, а основные положения, связанные с этими тезисами, с расшифровкой этих тезисов, должны быть даны голосом. это касается как презентации тех, которые вы используете на конференциях или на ваших лекциях, так и презентации, которые используются для, вы будете использовать для учебного видео, но только в учебном видео это будет еще более, эти требования еще более важны. Итак, я не буду сейчас говорить о есть множество хороших ресурсов, на которых написано, как готовить хорошие презентации. Почти все их вы можете использовать для того, чтобы понять, как лучше готовить презентацию для учебного видео. Ну и вот в частности, да, предлагаю вот эту вот ссылочку с 10 ошибок при презентации проекта. Там описано вот все то, что не надо делать на презентациях и что надо делать. Ну, несколько все-таки я назову несколько параметров, по которым мы делаем презентацию для скринкастов. Первое, стремитесь, чтобы на каждом слайде была какая-то иллюстрация. Иллюстративный ряд является магнитом для слушателя, не позволяет ему отвлечься и перейти на какой-то иной ресурс, перестать смотреть ваш видеоролик. Не обязательно применять иллюстрации, только непосредственно связанные с текущим тезисом. Не всегда удается это сделать, не всегда можно их нарисовать. Если нет такой иллюстрации, используйте подбор иллюстраций из интернета, выбирайте иллюстрации, которые передают настроение вашего тезиса, вашей темы и позволяют создать общий антураж. Это тоже очень важно, потому что настроение, создаваемое вашим видеороликом, оно передается и на смыслы тоже. Если вы не можете создать настроение, то и смыслы усваиваются с худшей эффективностью, с меньшей эффективностью. Поэтому выберите для себя, возьмите для себя за правило, что вообще любой слайд должен содержать иллюстрацию, которую вы должны либо подобрать, либо нарисовать сами. Следующее я уже указал. Используйте тезисы отдельные. Эти тезисы располагайте как можно реже. То есть лучше делайте побольше кадров, но поменьше тезисов, чем городить 12 тезисов на одном слайде. Но 2, 3, 4 является допустимым. такой вариант, если эти тезисы достаточно короткие. Если это более-менее длинные тезисы, каждый на такое развертанное предложение, тогда 1, 2. Исходите из того, что в скринкасте вам лучше придерживаться такого правила, что слайд должен меняться каждые полминуты, в крайнем случае каждую минуту. Но лучше полминуты. Давайте пойдем дальше. Вы должны понимать, что презентация в конечном счете станет роликом. Это не отдельный документ, и как отдельный документ рассматривать его не надо, и не надо потом его давать студентам в качестве отдельного документа. Пусть смотрят ваш ролик. Потому что если им по презентации и так все понятно, значит и ролик особо не нужен был. Соответственно делайте вашу презентацию так, чтобы предполагая, что нечто важное вы скажете голосом. Голосовое сопровождение в скринкасте является существенным. Нельзя просто сказать, что это какая-то болтовня за кадром. Если все и так сказано в презентации, то а голосом вы только это все повторяете, то ролик не нужен. Понимаете, ролик нужен тогда, когда голосовая часть является существенной частью вашего повествования. Поэтому и презентации делайте так, чтобы исходя из того, что вы что-то главное скажете голосом тоже. Это еще сокращает нагрузку на текстовую часть презентации и повышает вашу нагрузку на то, что вы будете потом говорить и как вы должны потом к этому готовиться. При презентации не забывайте, что у вас есть дополнительные возможности. Эти дополнительные возможности связаны с рисованием или указанием. Вот, например, даже здесь в вебинарной комнате вы видите, что я постоянно пользуюсь инструментом рисования. Ставлю, например, номера какие-то, могу ставить галочки, либо что-то подчеркивать, что-то зачеркивать. Вот такие действия в процессе скринкастинга достаточно важны, потому что они концентрируют внимание на действии. Точно так же, как в аудитории, когда вы что-то пишете мелом, это не просто так. В момент написания ваши студенты больше мотивированы к тому, чтобы смотреть и слушать. Также здесь одно дело, когда слайд поясняется голосом в течение минуты, даже минуты это достаточно много, а другое дело, когда слайд в процессе этой минуты вы еще что-то пишете и помечаете на этом слайде, на вашем изображении, либо ваши тезисы один за другим подчеркиваете. Это производит дополнительный эффект мотивации слушателя на вашем учебном ролике. Тот же эффект может достигаться и немножко другими возможностями, например, при помощи использования анимации внутри вашей презентации. PowerPoint позволяет делать анимацию. Самая простейшая анимация это когда, например, ваши тезисы воспроизводятся не сразу все там три-четыре, а по одному. То есть сначала возникает первый тезис, потом когда вы нажимаете на следующий кадр, у вас не кадр новый возникает, а появляется новый тезис на том же кадре, и так плавно-плавно появляется все новая и новая информация. То же самое может быть и со сложными рисунками, когда один рисунок сменяет другой, или появляется дополнение к этому рисунку без смены кадра. Вот это работает тоже на восприятие. Да, надо иметь в виду, что даже если у вас нет средств вот такого рисования по экрану встроенных в программное обеспечение, которое записывает скринкаст программу записи, так называемый, то это всегда есть, например, в самом в самом пау-поинте. При демонстрации кадров вы можете правой кнопкой мыши нажать на любой кадр. Вот вываливается такое меню, в нем есть указатель, пункт меню указатель, а в подменю можно выбрать либо лазерная указка, либо перо, либо выделение, и чем-то из этих тоже рисовать по экрану. Кстати, это подходит не только для скринкаста, но и в процессе вашей презентации на лекции в университете или на конференции это тоже хорошо работает, так что надо знать эту возможность. Если у вас есть готовые шаблоны, изготовленные дизайнерами вашего университета для средств учебной презентации, используйте их, как правило, они достаточно хороши, и тогда вам не придется думать над многими вещами, связанными с построением кадра презентации. Ну, а вот тут по этой ссылке сможете потом посмотреть, это краткий курс, не курс, презентация тоже, наверное, больше похожа, чем на курс, который разработал, разработан компании Central Learning, они его выложили в свое время в свободный доступ, это там 10-15 кадров о том, как сделать хорошую презентацию, и что не надо делать в презентации, тоже удачно посмотреть. Вот тут как раз пример шаблона, который мы использовали в университете Synergy для производства тех скринкастов, о которых я говорил в самом начале вебинара. Да, мы вот эти шаблоны раздавали, вот это тут не просто шаблоны, тут шаблоны с пояснениями дизайнера, которые мы раздавали нашим преподавателям для того, чтобы они именно в этом дизайне делали свои презентации для скринкастов. Несколько слов про звукоряд. Об этом я уже сказал, когда говорил про оборудование, но еще раз скажу, что гарнитура, возможно, вот такая стандартная гарнитура, которая стоит около полутора тысяч рублей, это, конечно, не профессиональное средство записи звука, но для наших применения, она достаточно хороша, напомню, что USB гарнитура должна быть, и она позволяет решить много вопросов по сравнению с раздельной покупкой колонок и микрофона, ее проще настроить, она позволяет вам не позволяет вам не думать о том, что звуковой ряд, который поступает на выход с компьютера, будет влиять на звуковой ряд, который вы записываете, то есть не будет положительной обратной связи, свиста всякого и так далее, вам не нужно будет думать о звукоподавлении и так далее, поэтому гарнитура это вот наилучший для скринкаста наилучший способ, а вот когда вы будете на более высокой ступени записываться в студии, вот там все будет по-другому, там будет профессиональный микрофон, который, например, в петличке будет крепиться, и там уже специалисты будут следить за тем, чтобы все было нормально, а когда вы этим занимаетесь сами, то лучше используйте гарнитуру, перед записью вам надо, ну, об этом мы еще будем говорить, когда будем говорить о записи, вам нужно будет один раз понять, как регулируется ваш микрофон, какие у него есть настройки, во-первых, надо настроить его громкость, его громкость надо настроить так, чтобы он был максимальной громкости, но меньше, чем громкость, которая вводит звук его в насыщение, то есть, когда микрофон начинает хрипеть, другими словами, и малый звук, и хрипящий звук является браком, надо находиться, вот, выбрать золотую середину, чтобы звук был достаточно громкий, и при этом не хрипящий, сделать это достаточно просто, надо просто следить, чтобы при записи звук не входил в так называемую красную зону, или входил туда только на самых острых моментах записи, когда голос должен быть самый громкий. Ну и у микрофонов, как правило, бывают такие еще настройки, как в виде галочек, это настройка авто, автоусиления и настройка эхоподавления. Где-то есть в каких-то драйверах, где-то нет, вот это надо один раз и навсегда понять, нужно вам это или нет, попробовать с этими галочками и без них, и посмотреть, как лучше, и использовать тот вид, который покажется вам лучшим. и больше вы уже к этому никогда не возвращаться при настройке. Это будет у вас уже преднастроено. Теперь о сути звукового сопровождения. Вот самый главный тезис, то, что озвучка должна выполняться в свободном стиле, разговорной речью, ни в коем случае не при помощи чтения с бумажки того, что вы написали. Записывайте скринкаст так, как будто бы вы вышли к аудитории своей студенческой, смотрите им в лицо и говорите, не читайте по бумажке, а говорите то, что считаете нужным. Говорите свободным стилем, говорите хорошим русским языком, но разговорным обязательно. Потому что как только разговорный язык отличается от литературного письменного тем, что он совершенно в другом стиле выполнен. Разговорная речь это речь из коротких предложений относительно простых, а письменная речь она более сложная и при воспроизведении голосом ее сложно читать, потому что длинные предложения приводят к тому, что вам надо долго держать тон голоса, вы не можете перехватить дыхание и получается некрасиво получается. Поэтому ориентируйтесь на разговорную речь. Есть один отсюда исключение одно, это если вы умеете писать так, как надо говорить, другими словами сценарий, а не главу учебника, условно говоря, вот тогда можете использовать письменную речь, сначала написать полностью сценарий своего ролика, потом его либо выучить, либо разместить где-то в титрах незаметно, чтобы просто читать, и тогда может получиться хорошо, даже лучше, чем свободным стилем, но это подразумевает, что вы умеете писать сценарии. К сожалению, этот навык, он с трудом передается обучению, то есть не каждый может быть обучен написанию сценариев, поэтому моя рекомендация это говорить от себя в свободном стиле. Есть промежуточный такой стиль, это когда вы на бумажке записываете тезисы вашего будущего ролика, ставите эту бумажку где-то рядом с монитором и пытаетесь просто следовать своему плану, тем не менее, говоря свободной разговорной речи. Да, повторюсь, вот специальный кадр у меня есть, что литературная письменная речь, даже идеальная, воспроизведенная голосом, сильно усложняет восприятие и сразу чувствуется, что человек читает по бумажке, когда человек читает по бумажке, это сразу минус 100 баллов мотивации вашего студента, все, он вас слушать не будет и из вашего ролика уйдет, поэтому вот чтение по бумажке категорически исключайте из арсенала ваших средств при подготовке скринкастов. Тезис о том, что надо говорить свободным разговорным языком не исключает другого тезиса о том, что надо говорить литературным языком, то есть литературным разговорным языком. Надо говорить правильно, делать правильные ударения, не делать грубых ошибок, потому что грубые ошибки в произнетении слов, они сразу ставят крест на качестве вашего ролика. Вот стоит диктору на телевидении хоть раз произнести что-то неправильно, и у нас сразу о нем создается плохое впечатление, мы не хотим его слушать. Так же будет происходить и при записи видеороликов. То есть вам могут простить все, что угодно, то, что даже может быть какой-то не очень высокий темп, или еще что-то, но когда вы делаете нехорошие ошибки в словах, которые не надо делать, то это сразу очень плохо сказывается на качестве вашего скринкаста. Что касается требований к дикции, вот тут такие противоречивые требования, мы все-таки непрофессиональные дикторы, и требовать от нас того, что можно требовать от диктора на радио или телевидении, конечно нельзя. все-таки конечно хотелось бы, чтобы в вашем скринкасте отсутствовали явно слышимые дефекты речи, к сожалению, это не всегда зависит от нас, потому что это может быть связано с физическим строением нашего нашей гортани, например, не очень хорошо звучит акценты местные или национальные, если вы работаете на широкую аудиторию. Вы, наверное, помните, что сейчас, правда, это уже не так, раньше считалось, что наилучшим воспроизведением русского языка является вот где-то среднерусский акцент такой Орловской области, что он наилучшим облацом согласуется с русским языком, лучше воспринимается всеми остальными областями и людьми в любой части нашей страны. Ну, сейчас это, к сожалению, стало не так, сейчас вот московское Аканье, оно победило даже на телевидении. Вот, ну, это уже такие тонкости на самом деле, да, но старайтесь просто говорить более-менее правильно в соответствии со стандартами языка. и невнятность речи, конечно, тоже очень нехорошо влияет на восприятие, однако, в этом месте я всегда говорю, что если у вас есть харизма, то есть, вот такая преподавательская харизма, связанная с тем, что вы любите свой предмет, умеете о нем рассказать, умеете зажечь ваших слушателей, то все вот эти вот вещи, они уходят на второй план. Ну, вспомним, что даже на телевидении были у нас такие ведущие, которые с явными дефектами речи были, и при этом могли там зажечь слушателей, их было слушать, ну, просто так интересно, что никто не слышал дефектов их речи. Вот, если у вас есть такие проблемы, старайтесь побороть вот эти вот дефекты своей преподавательской харизмой. Ну, и вот тут я хотел бы поговорить о очень неприятном ошибке, которые иногда бывают, когда люди начинают читать не с бумажки, а еще хуже, со своего слайда. То есть ваш студент или слушатель, он видит тезис, пытается его читать, и в это же самое время вы начинаете читать этот тезис с какой-то задержкой или наоборот с опережением в другом темпе, и в результате ваш слушатель эту информацию не получает ни по звуковому каналу, ни по каналу визуальному, то есть он не прочист нормально, не может ни понять, что говорит диктор. Ну, в данном случае вы автор ролика. Поэтому ни в коем случае не повторяйте содержимое слайда голосом. Если очень надо обратить на это внимание, перефразируйте, говорите по-другому, а еще лучше расшифруйте, расскажите тезис в нескольких предложениях, чтобы было все понятно, но ни в коем случае не дословно так же, как это на кадре. О скорости звучания, скорости звука. Говорите быстрее, конечно, не надо тараторить, но в среднем надо говорить достаточно быстро. Вот такие измерения делала Курсера относительно своих роликов. Каждые лишние 22 слова в минуту добавляли 1% к удержанию слушателей в ролике. Мы коснулись такой метрики, как удержание слушателей в ролике. Эта метрика скорее медийная, чем учебная, но раз мы пришли к учебному видео, мы должны понимать, что мы уже работаем с медиа, и нам нужны эти медийные метрики. Нам очень важно, наших студентов откроет наш ролик и досмотрит его до конца. Потому что, может быть, ваш ролик откроет тысячи человек, а досмотрит до конца десять. Это говорит о том, что вы что-то сделали не так, и у вас нет абсолютно никакого удержания людей в своем ролике. Так вот, темп говорения, он не то чтобы очень сильно, но влияет на удержание аудитории. По поводу озвучки можно еще очень многое говорить. Я вам предлагаю посмотреть запись вебинара моего хорошего друга и коллеги по электронному обучению Юрия Майского, который он проводил примерно два года назад. Очень хороший вебинар, он мне нравится. его запись есть, он полностью посвящен работе с голосом при озвучке учебного видео, но уже в физическом смысле, как свой голос разработать, что делать, чтобы не было типичных ошибок при озвучке уже с физической точки зрения, с точки зрения самого голоса. Вот, очень хороший вебинар, я вам советую его посмотреть, если вы этим вопросом заинтересуетесь подробнее. Что еще надо знать при подготовке материалов к учебному ролику? Видеоролик должен быть лаконичным. Это не видеолекция на полтора часа, сейчас такой формы не существует, эта форма умерла, и не думайте ее делать. Запись вебинара отдельный разговор, это не скринкаст, поэтому записи вебинара актуальна остается, но еще раз это особый случай. Если вы пишете скринкаст, делите все свои темы на кусочки по 4-7, максимум 10 минут. Условно мы можем это называть квантом, я называю этот квантом знаний, можно называть это отдельным вопросом, в некоторых вузах это называется дидактическая единица, то есть деление лучше производить не технически в момент завершения времени, а лучше делить на логические части, но эти логические части должны быть достаточно компактными. Если логическая часть достаточно длинная, ее можно чисто технически разделить на несколько частей, но это хуже, чем делить части логические. Соответственно, вы должны понимать, что эти ролики должны быть достаточно интенсивные и не надо писать в темпе запись ролика в темпе обычной лекции неторопливым, когда целая пара у нас есть, это не так, это не то, нужно писать более интенсивно. Следующий момент, связанный уже с названием ваших роликов. вообще, название любых структурных элементов учебного контента это очень важная вещь. И тут мы опять переходим от методических понятий к понятиям медийным. Да, но так как почти везде медийная грамотность почти везде в учебных заведениях хромает, преподаватели настроены больше на академический стиль, а академический стиль не имеет ничего общего с современным медийным представлением о том, что должен себе представлять текст, что должен себе представлять видео и так далее. Короче говоря, заголовок должен быть коротким, понятным, исчерпывающим, ну, еще желательно, чтобы он был вовлекающим. Это трудно сделать, но стоит над этим подумать. То есть, если у вас есть час времени, и из него надо какую-то часть выделить на разные виды работ, там, 15 минут потратите на то, чтобы нормальный заголовок у вас был, а не заголовок из 10 слов, в которых можно там половину выкинуть, да, и который разжевывает то, что не надо разжевывать. Вы лучше это потом дайте в подзаголовки или, как сейчас говорят, в лиде, да, то есть, первый абзац, который поясняет самые важные вещи вашей темы, а в заголовке оставьте только самое важное. Вот как вы шхуну назовете, так она и поплывет. Если будет плохой заголовок, то никто даже ваш учебный ролик не откроет, и вы зря потратите свое время. Поэтому тратьте на заголовок больше времени. Еще о структуре ролика. один ролик должен освещать один вопрос. Не надо в одном ролике освещать несколько логических, это не значит, что один тезис, да, но один достаточно крупный вопрос. Не надо, например, там, две теоремы доказывать в одном видеоролике. Одна теорема, один видеоролик. Потом примеры, для них может быть еще отдельный видеоролик. в соответствии вот с тем таймингом, о котором я говорил, 4-7 минут, ну, 10 максимум. Вот, то есть не пытайтесь уместить в один ролик больше, чем в него логически вмещается. Лучше сделайте большее количество роликов, поделите на большее количество частей. Кстати, когда у вас в вашем курсе появятся, например, не 10 тем, а 50 коротких видеороликов вместо этих 10 тем, то и строить из этих видеороликов различные структуры будет гораздо проще, чем из этих 10 тем. И эти видеоролики, в частности, легко будет из них комплексировать другие курсы, которые пересекаются по содержанию с вашим видеокурсом. и даже с этой точки зрения чисто утилитарной это будет гораздо удобнее. Поэтому разбиение на эти единицы 4-7 минут позволяет решить много задач. Внутри ролика должна быть своя структура, он не должен быть монотонным. Только что я говорил о том, что на роликах можно рисовать, можно воспроизводить анимацию, можно делать и другие структурные вещи, например, голосом выделять смену кадров, или выделять интонационно первую и вторую, отделять первую часть от второй части ролика и так далее. То есть любым способом, визуальным или аудиальным, вы должны создать внутри ролика структурную он не должен быть монотонным, он должен содержать в себе какую-то структуру. Это самое общее. Тут можно долго насчет этого говорить, но думаю, что каждый сам сможет понять, какая именно структура в его ролике возможна, и где возможны контрасты между различными частями воспроизведения. Ну и что еще можно посоветовать делать внутри ролика для вот этих воспроизведения структуры. Большое количество оконечных устройств, таких, не устройств, точнее, а мест, где эти ролики будут воспроизводиться, плееров, например, или облачных сервисов, такие как YouTube, позволяют вставлять в ролик различные формы интерактивности, иногда даже позволяют вставлять тесты, хотя это на самом деле не тесты полноценные, это скорее опросы такие, позволяют делать какие-то контрастные вещи, не буду сейчас уточнять, это много что можно под этим понимать. Другими словами, именно формировать упомянутую на предыдущем кадре структуру уже не средствами самому видео, а средствами надстройки над видео. К сожалению, само стандартное видео, видеоформаты, они, например, не позволяют внутри себя вставлять интерактивность, то есть ролик в формате MP4 не является, не может быть интерактивным, в нем не может быть, например, горячих точек, на которые можно нажать и перейти на какую-то ссылку. В нем нельзя поместить тест, он не может автоматически остановиться, воспроизвести тест и по результатам этого теста дальше перейти куда-то. Но такие вещи можно делать на уровне облачных хранилищ, таких как YouTube, либо на уровне встроенных плееров, таких как, например, плеер программы Camtasia Stadia, при помощи которой можно записывать и монтировать видеоролики. Вкратце мы с этой программой ознакомимся на следующем вебинаре. И это тоже надо использовать для увеличения вовлеченности студента в ролики. Ваш ролик. Ну и вот мы тут уже дошли до конца нашего сегодняшнего вебинара. Я хотел бы сказать, что на следующем нашем вебинаре мы будем рассматривать инструменты, то есть именно то программное обеспечение или сервисы бесплатные, при помощи которых можно записывать скринкасты. То есть перейдем уже к технологической части. Ну и один из главных инструментов, вот я хотел бы представить, о нем пойдет речь, это такой наполовину сервис, наполовину программное обеспечение, которое называется Screencast-O-Matic. это сервис вообще говоря платный, но у него есть бесплатный план, достаточно хороший, на котором можно записывать видеоролики, и у меня по нему есть ряд учебных роликов, которые мы с вами тоже посмотрим. О, да, я совсем забыл, мы хотели, я хотел вам показать еще один очень коротенький видеоролик, который посвящен вопросу подготовки, да, он немножко в ином ключе описывает процесс подготовки, это видеоролик из состава видеороликов Camtasia Stadio, но переведенный субтитры и перевод мои, так что посмотрите всего две минуты, я думаю, что это будет полезно вам. Он тоже посвящен вопросу предварительной подготовки перед записью. In this tutorial, I'm going to share some tips to help you have a successful recording session with Camtasia. These tips should save you a lot of time editing down the road and give you a much better quality video in the end. First tip, clean up your computer. Unless you'll be recording a full screen application or a presentation that hides everything else, make sure what your viewers see on your computer desktop isn't distracting. Try closing any applications you're not using. Also, move the icons off of your desktop. If you have two monitors, it makes it really easy to just drag them to the monitor that you won't be recording. Or put them in a temporary folder somewhere else. You can always move them back later. Finally, if your background is too colorful or consists of family pictures or funny comics, consider changing it to something a little less distracting. The next tip pertains to planning and involves either writing out a script or preparing a detailed outline. A script helps you organize everything you want to include in your video and make sure that your language is exact and concise. Some people just have a gift and can press record and start talking to create a great video. For me, not so much. I tend to create longer videos, say um a lot more, and jump around to different topics instead of staying focused on the main goals of the video tutorial. Part of writing the script or outline involves doing a practice run through of your recording. This is very helpful so that you can make sure that your video flows well and you aren't surprised if something unexpected happens during the real recording. To see an example script, please download the sample below and use it with this Getting Started series. The final tip in this tutorial is about audio quality. Use a decent USB microphone and in a quiet setting. Whether it's a headset or desktop microphone, USB is the way to go and is going to give you better sounding audio. Also, be aware of your surroundings and stay clear of the noisy heat vent, doors opening and closing, and other noises that may get picked up by your microphone. I'm sure we could come up with more tips to share, but I think the three we've covered are a great start. Now, you should be ready to record your screen, which happens to be the next video in this series. If you have any feedback or wish to share a tip of your own, please follow this link to a short survey. Ну, вот такие вот коротенькие советы, которые дополняют те советы, которые я вам дал. Ну, и перед тем, как завершить наш вебинар, я хотел бы пригласить вас на свой курс, который должен состояться начаться 23 мая. Курс называется вот так, как вы его видите. Сейчас я дам на него ссылочку. Курс – это наш совместный проект с компанией «Ракурс», с которой я сотрудничаю. Курс называется «Профессиональная разработка электронного учебного контента» и посвящена наиболее выдающимся сервисам, которые позволяют создать качественный учебный контент. Это не тот курс, о котором я говорил в начале нашего вебинара, который посвящен учебному видео. Другой курс тоже очень интересный. По этой ссылке вы можете посмотреть его точное содержание, достаточно подробное. Как всегда, у меня курс будет состоять из 10 вебинаров, 10 тем. Будет очень много примеров. Каждой теме будет домашнее задание в виде практикума. И эти практикумы мы будем разбирать в учебной группе специальной. Кроме того, на каждый практикум будет пошаговая инструкция для выполнения этого материала. Не буду себя очень сильно рекламировать. Просто хотел рассказать о том, чем я еще занимаюсь, помимо чтения вот этих вот вебинаров для вас. Коллеги, вы очень внимательно слушали и не задавали вопросы. Появились ли у вас какие-нибудь вопросы? Какой объем памяти занимает ролик средней продолжительности? Ролик средней продолжительности, который тут от многого зависит, конечно. Но если вы делаете ролик средней продолжительности вот этой вот 4-7 минут и записываете его в разрешение 1280 на 720, вот такое разрешение я больше всего, чаще всего использую, это будет где-то, наверное, 50-100 мегабайт. Где-то вот так. Все очень сильно зависит от интенсивности использования экрана. Если на экране в это время будет происходить много, много событий, например, вы на экране включите живое видео какое-то, да, и его тоже будете воспроизводить, то будет больше занимать место. Если меньше, то меньше. Вот. Но вы знаете, на самом деле, объем памяти, который занимает ролик, он мало где сказывается. Вот, например, сказывается вот здесь, вот, когда я демонстрирую какие-то ролики в вебинаре, вебинар, например, позволяет загрузить любой файл не больше 50 мегабайт. А еще совсем недавно было ограничение 20 мегабайт. Поэтому приходилось ролики делить на части, либо делать в меньшем разрешении ролики, и только тогда их можно было воспривести в вебинарной комнате. Вот. Что еще? Какие еще вопросы у вас есть? Так, вот вижу, что-то появилось во вкладке «Вопросы». Озвучка происходит на стадии записи ролика. Заранее записывать звук не надо. Не получится заранее звук записывать. Это в любом случае очень сложно. Скринкаст – это такое очень живое видео. Он очень похож на... Максимально похож на то, что вы делаете при студентах. То есть, лекция, ну такая лекция, она только очень сжатая и записанная в виде видео. Да, то есть, это свободный жанр. И, скорее всего, у вас не получится заранее записать звук, а потом наложить на него... Но его на видеоряд. Вот вы знаете, в моем курсе про видео есть один такой... Одна такая технология, которая позволяет сначала записать звук, а потом накладывать поверх него видеоряд. Это рисование, скрайбинг, рисование при помощи приложения, которое называется «Объясняшки». Замечательное, кстати, приложение, но, к сожалению, только на iPad работает. Вот там как раз так и происходит. Вы записываете звукоряд, делите его на 5, 6, 7 частей и потом рисуете и реперные точки прикладываете к рисованию. В результате у вас рисование автоматически потом происходит в темпе речи. Ну, это особый случай. Какую программу посоветуется для записи скринкаста? На следующем вебинаре будем подробно рассматривать. Ну, вот я здесь уже показал, какую именно советую. Скринкаста-матик. А для серьезной записи советую Camtasia Stadia. Название на русском языке называется «Объясняшки». Такое вот игривое название, но на самом деле за ним... Оно, кстати, есть, эта самая... В бесплатной версии есть эта программа. Можете найти... Нет-нет-нет, да. Вот... Очень хорошая программка такая. У кого есть iPad, шикарно. Ну, немножко надо уметь работать. Немножко надо рисовать. Ну, совсем не обязательно рисовать шедевры какие-то. Да, что касается программного обеспечения для записи, начинающему я советую вот этот вот скринкаста-матик, о котором мы будем подробно говорить 16-го числа. А для постоянной работы, когда вы уже станете... Для вас это станет таким обычным занятием. Я советую программу, которая, к сожалению, платная, называется Camtasia Stadia. Мы немножко о ней тоже будем говорить на следующем вебинаре, но не полно, потому что в моем курсе большом, посвященном видео, вот проблематика работы с Camtasia, она занимает чуть ли не полкурса, вот 10-ти вебинарного, большого. Вот, там много о чем есть поговорить. Но она идеальна, конечно, для записи учебного видео, потому что специально создавалась под людей непрофессионалов, и при этом позволяет делать очень много всего. Вот, и цена у нее не такая, как у профессиональных видеопакетов. Стоит она 199 долларов, а не там тысячи и больше. Вот, коллеги, ну что ж, если больше вопросов нет... Так, сейчас посмотрю, что-то еще было. Если больше вопросов нет, копите вопросы до следующего вебинара. Напоминаю, он состоится 16-го числа. И здесь этот вебинар, да, мог показаться вам теоретическим, но это та теория, которую надо знать обязательно, вот, чтобы потом не кусать локти, когда дело коснется практики и применения инструментов. Коллеги, я с вами прощаюсь до 16-го числа. Надеюсь, вы все придете. Может, еще кто-то придет, кроме вас. Всего хорошего. Я остаюсь, как всегда, еще на 5 минут в чате. Если что-то возникнет, я отвечу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok